Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку в совершенную Христову невесту, в совершеннолетнюю, половозрелую, готовую к брачному пиру с Господом нашим и Богом, Иисусом Христом. Давайте помолимся, и я кое-что поговорю. Господь мой и Бог-любовь наш, Иисус Христос, любвеобильный, заботливый родитель наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все, Господи, за всю любовь Твою, за все, что подаешь нам потребно ежедневно для пищи, радости, веселья и святости, уподоблению Тебе в любви к ближнему, ко всем и каждому, ибо все мы, Боги, и дети Твои, все мы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты в последнее время, пришедшего в плоти, Господь мой, Бог наш, и открывши нам имя Свое, природу Свою, сущность Свою, которая одна, которой есть любовь. И да откроется помышление многих сердец, Господи, как когда-то открылось мое сердце. И узрит всякое плоть, славу, величие, а главное Божество Твое. В кресте Твоем, любовь Твою, а в воскресении Твоем, бессмертие Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. А самое главное воскресение Твоем, узрит Божество Твое. А вознесение Твоем, дарованный от начала всем людям, и при рождении каждому дар свободы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. господь иисус христос бог любовь всегда до скончания века посреди нас мои родные любимые братцы и сестры ну что у нас сегодня новые новый обзорчик велосипед мой вчера ток я с горы стал спускаться цепь сломалась так что я пешачком дошел у нас рядышком есть пруд практически такое же состояние я вот тут доковылял решил тут с вами побеседовать ну вот ведь он такой вот красота свобода во христе ну вот я погуляю и поговорю с вами я хотел бы в принципе продолжить тему и она как раз получится такая что ну рассмотрим опять с двух сторон как раз следующий ролик то я буду писать ветхом завете помните там кто ролик подряд смотрит как раз о любви к богу ближним вот это вот заповедь там я хочу к ветхому завету обратиться и как раз посмотреть что там за печать была дана в виде виде бумажечек которые евреи повязывали себе на руки там на лоб себе привязывали я хочу вот этот вопрос как раз посмотреть а сейчас я хочу чисто скажем так общими фразами поговорить ну напомню вам как господь он кстати именно ветхом завете когда господь давал израильскому народу весь этот закон да и по сути с нормальными заповеди вас и люди хотя бы жили в любви к богу ладно уж сопряженно со всем культом и любви ближнему ладно уж как самому к себе я же не про то что христиане должны жить не просто любить ближнего как самого себе они должны любить ближнего в новом завете а новый господь сказал отвергнуть самого себя христианин любит ближнего не как самого себя отвергнувшись самого себя и то есть новый завет в крови господней и христос на мой явил и вот вы знаете я сейчас опять рассмотрю как всегда через 2 2 2 уклонение господь когда еще говорил евреям он говорил к моим заповедям все что я вам повелел соблюдайте не прибавляйте не убавляйте и не уклоняйтесь в пути своем жизни то есть мы во первых хлебу небесному который есть учение откровение божие мы не прибавляем не убавляем это раз и идя поэтому то есть испевая кровь а кровь это жизнь это движение жизни в теле в плоти наши да поэтому наше тело двигается это есть символ учения ой символ жизни по учению деятельный вот господь сказал что не уклоняйся ни налево ни направо а иди ровным путем когда я общаюсь с ортодоксами когда они свою эту гипотезу теорию я не знаю как языческое иудео языческую я даже уже христианство не могу называть это чисто иудео язычество без всякого христианства все что у них есть это библия которую они причем даже не раздают и ничего не делают а просто сидят там у себя и хорошо им вот есть там один миссионер на миллион найдется это слава христу кстати это не касается католика в отличие от православия католики хоть миссионерством занимаются вот действительно благое дело тем чем православные кичаться я вообще понять не могу если честно сказать так хотел я как-нибудь на бережок то выйти тут что-то прям заросло все там конечно колючек по насобираю ну что вот и я хотел к чему сказать то вот я спрашиваю ортодоксов они там в православии вся полнота 0 в ортодоксе вся полнота христианства они уж какие там только слова не пытаются под это подкрутить себе я говорю я их спрашиваю вернее знаете как сократ мне очень нравилось как сократ это делал он когда со своими оппонентами беседовал он с ними беседовал вопросами и тем самым доводил до того но правда обычно насмехался над своими оппонентами конечно же для меня все братья и сестры язычники и иудеи иудеу язычники со временем вот я спрашиваю христос истина христос бог ну бог христос истина истина он совершенство совершенство в нем вся полнота божества телесно в нем как в этом комедии в какой-то русской поле так что тебе еще дурень на потом не дурь и помнить кого-то там какой-то русской комедии аж не помню где там так и это типа знаменитые взглянтов руки или откуда так что же тебе еще над то чего нам еще надо учение христа очень просто бог от начала говорил в сердце человека адаму еве и дал им заповедь возделывать и хранить себя в любви и когда не нашлось ни одного помощника для адама чтобы себя возделать господь сотворил ему ею ну и что творилось человечество и все мы друг другу были помощниками созидая дом духовной свой дом любви камень общего дома любви как господь как петр говорил все мы живые камни церкви божий дома божьем какие угодно образы хорошо так не помогает господь явно говорит с небес громогласно как отец небесный говорит мысея ну и всему израильскому народу и через миссии да сверху учить легко все скажут о ну там молчу ну бог говорит да конечно мы все знаем о ну марте он мне там говорит а сам-то он делает и вот господь пришел в последнее время на землю для чего чтобы показать нам без толчим мне в частности что он есть любовь показал это делом настоящим делом и любовь кому что к себе что ли самому год я отец одно нет он показал делом что он любовь кому-то кому к человекам ну конечно же к всему мирозданию которым сотворил но все мироздание сотворил для одного существа это человек которая способна осознавать свое бытие свою личность господь воплощается и уже чтобы ни у кого как он сказал не было отмазов до никаких и кому много дано стал много спросится он воплощается и творит дела любви и только после этого конечно же он и учит этому все то можно сказать о бог тебе легко там на небе говорить возлюбие господа бога твоего всем сердцем и ближнего того как сама себя а я не хочу я хочу воровать красть прелюбодействовать обманывать воду прудик наш панорама какой красота лепота тишина господь воплощается да что еще надо в чем сложность учения господь что делают ортодоксы в чем они убеждают детей божьих в том что особенно православие там не знаю да все они вот в православии вся полнота я говорю я спрашиваю во христе что не вся полнота чего тебе еще надо тебе переданы его жизни учения чего тебе еще надо ты все знаешь как он делал чему че поступает также как он говорил как потом его апостолы передавали ты узнал хлеб небесной истины учения господь не просто дал с неба как он сказал хлеб с небес дал это там вам а я реально пришел все у тебя есть реальный пример реальное учение подтвержденное примером ну как господь сказал прежде чем рот открывать сначала сам это исполни все господь сделал все это в совершенстве показал нам путь чего тебе еще надо он сказал ты будешь за кем-то еще эти кроме меня нет зачем тебе кто-то зачем тебе чье-то житие и чьи-то учения если есть житие учения бога бога ну ладно сына божьего кого там не устраивает бог и этого достаточно хорошо сына божьего только не в сравнении с иуэс с буддизмом сейчас будет там нет я даже говорю там какие-нибудь христианам которые может сомневаются что он бог или их конфессиональное учение ставит его ниже там отца придумали эту троицу разделили бога и там пытаются что что-нибудь понапридумывать всякую фигню ну ладно даже вам то какая разница пусть он посредний между вами и богом максимально за кем идти то есть совершенно учитель ты же не можешь идти за 25 учителями сразу у тебя две ноги у тебя одно тело пусть даже две ноги ты можешь идти только по одной дорожке это дорожка иисус христос ты когда побежишь за всеми кто пробовал там изучать эти жития и учения понимают что ты либо бежишь за христом либо ты не бежишь за другим хоть ты тресни он бог абсолютные совершенные поэтому все эти аргументы что где-то там там чистой воды культ чистой воды язычество представленная виде культа и секты то что внешнего порабощения вещественным началом мира хлебушку и и камешком и рабство учению человеком их учением этой образ секты все все это представляет собой систематизированное язычество и живя по нему кому-то кажется что он именно да этими делами закон оправдывается ничего подобного человек уподобляется богу только в любви к ближним все остальное не имеет никакого ни малейшего вообще вот на миллиметр значения все это заповеди человеческие они не имеют под собой ничего общего с жизнью такой склончик я подумаю его вокруг пройти там вроде есть плотинка можно перейти и что сделали наоборот типа протестантских там учения взяли вершки подстригли а вере я коснусь все-таки сегодня я конечно по поводу протестантского учения спасения поверье хочу отдельный ролик записать но я хочу все-таки этих двух ли не коснуться как за коснулся ортодоксии и коснемся протестантизма две основные ветки каталицизм от православия ощущения отделяют одно и то же ничем вообще не отличается это лишь разные страны просто вот и все восток и запад изначально делился вот и все по менталитету там по ищу чему-то ну и дальше естественно обряды традиции всякая это ерунда ничего и все эти догмы которые там придумывают это догма лишь человеческие они ничего общего со христом тоже не имеет вот что делают протестанты все их не учения я просто вам к в к в конце во первых я так скажу я дам вам эти образы которые есть в евангелии которые разоблачают все это весь этот бред который лепит вы поймите вы спросите у любого протестанта откуда ты это взял он сошлется на своих учителей он никогда не сошлется на евангелие на евангелие максу может сослаться на вырванные куски на вырванные стихи причем в основном не только христа в основном на апостола павла такое ощущение что павел хоть одно послание написал конкретно посвященную спасению по вере ничего подобного у павла любое послание как и евангелие как и послание других апостолов и соответствует одной происходит простой схеме верь надейся и люби и самый яркий образ это послание коринфянам я спрашиваю протестанта ты веришь во христа хорошо ты веришь он доверю ты поимел стяжал такую веру что ты готов горы переставлять по своей вере нет ты можешь гору переставить нет не могу так получается ты еще не достиг до совершенства веры хорошо ты достиг до совершенства веры ты стал горы переставлять чем заканчивает павел апостол павел свое послание первое послание коринфянам причем если не враг не вырывать его из контекста 13 главу гена любви так называемый его обязательно начинать только начинает читать с 12 главы она так и называется и и там если вы посмотрите как начинается предложение 12 главы неважно кто их поделил здесь деление правильное он говорит и так брать не хочу вас оставить неведение дарах духовных 12 13 14 ну и там 15 и дальше главы посвященную чему церкви церкви и кто мы он все время говорит что церкви это тело христово это человек образ человека все мы связаны узами любви соединяемся мы все больше больше крепнуть нас эти узы любви все больше больше они нас эти жилы как он говорит там других он в ефесинах об этом говорит в римлянах филосоники он везде для нее образ церкви это образ тела живого организма и там человек внутри соединяется именно узами любви поэтому 12 13 14 глава читается целиком как минимум я уж не нужно предстать целиком понимать что если ты хочешь познать истину ты возьми найди денечек даже евреи по закону должны были хоть один день господу посвятить уж ты-то найди часик то она читается один час самые большие послания евангелие читается там два три часа можно раз в жизни найти время прочитать целиком чтобы понять все понять бог тебе только за это за твой любовь к истине жажды и алчбы правды откроет тебе истину и и каменное сердце и железную шею твой согнет и ум откроет к разумению истины его не библии слово божье а истины истину надо познать они библию библия это набор книг ты можешь и наизусть знать ничего тебе это не даст ты должен познать истину так пройду ли я там чем заканчивает павел свое вот этот не заканчиваю даже а и 13 глава она так я как на горе переломным является он говорит что если я все сделаю все в на свете исполнил весь культ исполнен я даже продам все что у меня есть и вы и выкинуть на помойку помните я говорил очень напоминает монашество я хотела отдам свое насажение очень напоминает буддизм все ради бога все а для бога я так люблю бога зачем праду богу все это я никак понять не могу разве господь сам себя сжег как буддист разве господь все свое имение выкинул на помойку нет он всем всем что у него было служил ближнему ближнему своему тех кто его окружали но горта любви не имею имея всю веру он говорит такую апостол по специально хотя он сказать со христом не ходил вы насколько помните да павел но вспоминает именно этот случай что господь сказал когда его просили там ну в разных евангелиях по-разному написано вообще неважно как раз речь шла вере и господь сказал что если будете иметь веру хотя бы с горчичное дерно той горы сможет скажете горе сей и она передвинется павел вспоминает о такой вере не знаю откуда он узнал притчу от других там апостолов братья сестры христиан самому господь он его все время наставлял лично и павел говорит что если ягод имею эту веру которую нас из нас многие ли имеют многие из нас могут горы представлять думать что господь смеялся над всем этим нет мы действительно не имеем господь если бы смеялся он бы сам не не повелевал смоковнице засохнуть не повелевал бы бурю успокоиться не повелевал бы без сам идти в бездну не повелевал бы не имел бы власти не природы не над смертью если бы он этого не показывал нам тогда бы это можно было выдать за смех богу невозможное человеком он сказал возможно богу понятно что это как я вам говорил это не насмешка над тем что я действительно чудеса творю не знамени для человека чудеса гора туда-сюда туда-сюда и давай переставлять я нереальную веру возымел как будешь горит силой мысли этом готов слона убивать да и горы переставлять нет павел говорит если я любви не имею мне нет никакой пользы я ничего в этой жизни не приобрел поэтому все эти их не учения основаны в основном причем такое ощущение что не учение иисуса христа берутся я учение павла человека обычного смертного человека что же в свою книжечку и в своей проповеди по спасению по вере не добавить и этот гену любви то каким образом я думаю что если палуба рядовском стоял он бы сказал вы чё это вытворяете братцы его каждое послание заканчивается любовью ближнему каждое и игру чтобы не говорить как чудно он это сказал что вот такие как я не своими фразами вам подытоживали что да уж там везде о любви как он это рассказывает какие дает советы да как и образы как это любить как и господь говорил там не прелюбодействуй не обижай не злословь не суди что все это любовь нам разжевывается но лучше павла я зачем я буду что-то выдумывать он сам говорит если я имею веру который город то есть я не просто диванную веру во христа имею я заимел не просто вера который я все время талдычу я заимел нереальное упование на бога да я ничего не боюсь я не нищеты не болячек не бандитов не зверей да все ты уповаешь на бога ты дитя боже ты знаешь что господь всегда тебя защитит до пристежал такую веру ты сын божий ты действительно веришь богу что он никогда ни за что тебя не оставит ты дитя его если мать оставит грудное дитя свое то отец небесный христос иисус нас не оставит никогда он сам об этом сказал и господь в отличие от нас верен своим обещаниям вы подпишите вы на каком основании лепите свои учения вы на каком основании постригли все послание апостола павла покажите мне послание апостола павла посвященное спасению по вере нет этот его гимн любви это не просто какая-то праздновать им любви это промыслом божьим он как будто смотрел а я где-то тут гуляют и жуть по лесам по каким-то это вот он как промыслом божьим этот гимн любви обличает вот это лжеучение протестантизма о каком-то спасении по вере единственным по какому спасибо поверим и спасаемся все что об этом можно сказать по-настоящему это престой пример у павла своеобразный просто язык был и вы должны об этом понимать ни о каком спасении по вере не пишет ни яков ни о каком спасении по вере не пишет петр ни о каком спасении по вере не пишет ант богослов и этот образный язык да там есть у петра кое-что мне сейчас кажется как будто я нового завета не знаю что он там пишет праведной веру и 1 праведный они грешник это раз я вам просто расскажу эти образы которые были от начала и покажу вам места из евангелия господа нашего иисуса христа что такое вот это спасение по вере и когда апостолы уразумев это о чем они говорили мы все с вами прекрасно знаю что всем и твари божьи мы дети моего создания един кто сущий истинно это только господь бог вы представляете куда я забрался просто я представить не может и главное мне тут не утонули в этих камышах ну вот мы с вами хотели в книгу бытия в рай вернулись вот я здесь прям самых натуральных райских условиях смотрите какая тут прелесть меня ничего кроме меня и дикой природы нету первый человек перстный 2 господь с небесе да я иду иду в каких-то ботиночках удивительно что есть ни в какое болото не вляпался и вот когда господь творит человека он его не спрашивает господь творит мироздание и человека это все мироздание он творит вперед не потому что она важнее человека то что господь сотворил человека и не в лужу не в грязную лужу помните как господь сам рассказывает что как-то в книге бытия помните сказано что дух над бездной что-то мне из головы уже вылетело если честно я просто думаю куда мне идти вот и сконцентрироваться не могу но ничего раз уж мы такой формат решить его пробую я куда забрел вообще беда вот в общем вы помните как была вокруг одна грязи и господь из грязи делает князя то есть человека да и творит прекрасный мир вот из этого земля была безвидна и пуста вот вы помните как господь сказал да он творит прекрасный мир в этот прекрасный мир конечно же он делает его для человека чтобы потом ввести его в этот мир они бросили в вонючая грязная болото какой-то этой естественно мы все это с вами видели кто читал книгу бытия узрел да вот это я забрел куда-то непонятно куда на какую тропинку выйти иду кусты выше меня тут у нас конечно же бог творит человека творит его сам без чьей-либо помощи и для чего для райского блаженства тем человек и должен был заниматься в раю господь сказал всякое древо то есть под этим образом всякий плод то есть всякая радость будет тебе в пищу то есть человек должен был наслаждаться всеми всеми радостями жизни и вот на такой деревце взлез и идти подо мной почти два метра высота главное чтоб кусочек не сломался этот как надо будет выйти туда ну или назад эти я не знаю давайте спокойно поговорим вот господь творит человека творит его чистым совершенным и творит его в раю человек падает человек порабощается настолько греху и злобе но и духу нечистому и всем всему тому воинству которые вместе с ним увлеклось туда или сюда на землю тоже не важно сейчас не хочу об этом говорить вот что делает господь что такое образ опять веры образ веры это того что когда мы познаем истину когда мы действительно господь пришел на землю сказал в отличие от адама который отверг бога отверг любовь человек который принимает веру и истину становится новым адамом ему становится элементарно не грешить образы в новом за эти у нас есть во первых павел помнить как сам он когда он уже арестован и его на корабле везли в рим для суда когда они разбились они выплыли это образ они выплыли без всего они все потеряли даже этот корабль на котором они плыли разбила волнами потом когда он сел там на мель все они все они нищие вот этот образ ты выпал сам павел рассказывает другой образ вот горящий дом ты спасаешься волы в трусах ночью дом загорел ты либо или или жизнь свою спас что такое поверь и спасение это освобождение человека от во первых лжи папа по истине до человек познает истину что действительно иисус христос бог имя которому любовь и ты человек его дитя и можешь ему подобиться ты бессмертен этой свободе на ты можешь стать богом ибо ты дитя у тебя все для этого потребно для есть и я тебе даю полную свободу полную свободу в чем точно так же как адам элементарно знал потому что древо жизни это символ в первых главах бытия это символ бога самого бога это семечка у которой мы должны были вас сделать и хранить которое должно было в нас вырасти это иисус христос что угодно это же семечка вы помните как петр мы родились не от тленного семьи но от семьи нетленного это родились на начал зачаться от слова божьего то есть мы от этой истины слова божьи от учения мы начинаем сему принимаем все бог в нас в нас нет никого никакого не сатаны не греха ничего да все правильно и это дает тебе бог по благодати вот нас родили родители что мы можем дать ничего мы можем потом благодарить любить родители в делах любви проявлять это до заботиться о них тоже вместе радоваться вместе плакать но зарождение что мы можем дать ничего ну как-то отдашь цену своей жизни цену своей плоти как ты можешь у себя вот ты бы это же образ помните этого блудного сына как ты можешь уйти от родителей что ты можешь дать чтобы выкупить себя ничего твоя жизнь не имеет цены ты дать ничего не можешь бог как и родители тебя зачали во первых ну желательно чтобы они это делали в любви они по пьянке во гневе там под насилием да то есть не зря называется дети плод любви тебя родители зачинают в любви для того чтобы тебе просто дать жизнь то что они это могут они это делают но сейчас образ человеческий бог тоже сам бог тебя приводит в бытие просто так вот христианин настоящий познавший истину действительно как этот сын опомнившись действительно как тот безумец в 13 и 52-м псалме и сказала безумец сердцем а это безумец этот первый безумец это адам нет бога и выдворил его и сердце свой образ когда христос в откровении стоит и стучится да а до этого господь даже каину говорил он даже sky на был каин еще не погрешил господь был в нем в каине он говорит грех при дверях лежит а я пока в тебе и господь каину говорит не делай этого не делай этого грех при дверях лежит он манит тебя опять второй раз образ вы же поймите истина она просто я умею не перестану как и господь твердить бог иисус христос есть истина есть отец и есть любовь мы люди образ и подобие и должны соответственно жизнь жизни своей уподобиться в любви к ближнему уподобиться нашему творцу нашему родителю господь играл то же самое ведь дальше образ идет то же самое что плод для адама который его посмотрела и он вожделением то же самое он каину говорит грех уже напрямую говорит слово на основе появляется грех ведь нет уже к адаму господь не обращается что ты согрешишь нет мы слова грех перас узнаю вот он говорит каину грех при дверях лежит зло но ты противостое ему то же самое он говорил одни и те же символ образа и бог то внутри пока но когда человек согришь согрешает выдворяет бога истину любовь и свое сердце что господь стоит и снаружи потом стучит а внутри кто сидит сатана да на этом престоле поэтому всех осуждаем обличаем клевещим злословим ненавидим распинаем убиваем сжигаем и прочее 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 поносим грабим унижаем изменяем и все все вот это почему потому что внутри нету бога конечно христианин познавший истину пока и вше всем господи слава тебе спасибо тебе за это бытие спасибо за то что ты меня создал в этом в этом лесу адамском спасибо господи что я тебе воздам за жизнь я есть я могу радоваться я личность я существую сколько еще не существующих людей а сколько существующих и ты понимаешь какое-то счастье думаешь господи я просто есть я теперь вместе с тобой как и господь сказал я есть я просто есть я истина да и ты можешь сказать вместе с богом я как вот господь нам сам сказал вы что не читали я вам говорил еще там вы боги все и ты можешь сказать я есть я действительно есть и я буду всегда да я не был есть и буду мое отличие от бога что бог альфа омега первое последнее начало и конец а я есть я теперь есть и буду всегда конечно вот она спасение по вере то же самое и господь меня освободил окажется как адам и ева могу теперь не грешить потому что да у меня все есть у меня очистил мне сделать добро ничего не стоит я первых абсолютно знаю что такое добро и зло господь я сразу же светом внутренним просвещает а не делай этого не делай ты обидишь человека не говори ему этого стерпи подай помоги воздержись наоборот господь все время во мне свет во мне я могу жить по этому свету какое счастье да я стал новым адамом или старым адам как угодно верну господь в крещении по истине это тоже самое просто-то он говорил в сердце человека адаму потом с небеси в роли отца и христос прямыми словами нам это сказал все примета да и стань новым адамом ну дальше то что не знаете еще один образ такой кто смотрел иван васильич имеет профессию помните когда этот падал все время ну когда они уже в царских палатах казались не вели казнить великий государь падала этот его вы помните вор ты этот известный склифосовский или как его там поднял тук 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 вы жалко у меня руки заняты рядом всяк нет вот так отряхнул ему коленочки кафтанчик степа там да вот вот бог нас вот так вот он да вот он нас из дерьма греха поднял из грязи греховный страстный да у нас опять очистил да адам никуда не падал сразу был светлый мы с вами свалились бог нас очистил поднял все сказал будьте святы как я свет дальше то что ты что встал как столб вот этот степа встал бы и стоял бы как и залип бы и в рост бы в эти царские палаты в этот каменный пол ну нет петр павел что после крыбок решения стоял вечно этом песке его что из нее скульптуру сделали нет ты человек господь тебя поставил игорь иди ну конечно горит не так он пойдем ты идешь господом что значит идти уподобляться в любви возделывал а адаму сказал и храни что значит возделать в ком возделывать вид возделу адам свод по сторонам его сделает себя не с кем он ему сделал его чтобы воздел а потом и дети пошли чтобы люди себя возделали в любви кому к человеку это одна единственная заповедь один единственный замысел бога человеке одно единство свойство божье которое нам дано только в потенции только в семечке то что бессмертие и свобода нам дана от начала это божеские свойства да но они нам даны в полноте мы с вами бессмертным и не умрем уже никогда мы с вами свободно никто эту свободу от нас отнять не может кроме того чтобы дать даем и кланяемся кирпичиком там понимаете кирпичиком хлебушком и всяким там ведь кому человеку их учением причем неестественно смысле там в любви поэтому вот вам образы и господь что вспомнить эти притчи о которых говорит господь талант который зарыл ты или спрятал в платочек я с тебя заберу все что у нас сейчас есть это притя неправедном управителе все тоже самое человек все что у тебя сейчас есть это вот тебе просто дано это не твое царство которое ты собираешь это внутренний человек его можешь сделать красивым только через дела любви поэтому господь скал я верусь все я хорошо то чистился ты действительно без греха действительно люди свидетельствуют протестанты многие другие до веруют просто просит бог исцеляет были страсти наркомания курение все все убирает да все действительно все что касается личного тебя когда ты согрешал против себя ну как вы дают против бога ты против себя грешишь ты своим алкоголем свой же организм разрушаешь не бог что что-то делать бог тебе освобождает чтобы ты не страдал бог тебя любит он убирать все страсти чтобы ты больше себе не вредил бог тебя не суть за алкоголизм за блуд ты себе блудник себе вредит кто блудил тот знает что такое никакой любви там нет никакой радости ты наносишь боль себе тому с кем ты блудишь вы завтра расстаетесь выругаетесь и там нет никакой любви там нет верности мы с вами поспали завтра сбежались все каждый блуд как будто черт теряешь никак будто что-то приобретаешь как будто что-то потерял это боль это расставание то пустота я блудил я знаю что такое ты с каждым разом только пустее и пусть и поэтому ты не богу грешишь ты сам становишься пустым кто знает как после попоек какая пустота на следующий день я помню задумался почему почему такая пустота как будто вообще дырка бесконечная ты против себя грешишь всегда больше против кого погрешить невозможно господь говорит что все что это есть отнимется у тебя отнимется когда этот неправедный стал прощать все на что он рассчитывал что его возьмут в дом свой вот там он начнет работать она этого хозяина он это все заберет у него что такое талант вот ты стоишь что дальше то я говорю поэтому запомните этот образ павла который сказал что я если веру буду иметь вы спросите у прям того протестант который вам будет проповедовать это спасение поверью спросить ты гору переставить муж мне знамени не в чудо это не праздное я тебя прошу я прошу знамени ты проповедуешь ты спасен поверье ты гору переставишь нет у тебя даже вера такую нет хорошо ты переставишь че толку то той веры чем не толку той веры у меня нужда ты мне дашь 1000 рублей мне там надо срочно сразу узнаете куда он там спасся вера без дел любви мертва труп это человек без крови это плоть без крови поэтому это не человек это кусок гнили праха и очень простой я дам это библейские образцы и вы все прекрасно знаете бог вот я опять вернусь вернее туда в рай да он в дикий совершенный лес да господь говорит возделывай храни почему-то все эти протестанты детям своим когда они подрастают не говорит вы лежите на диванчике играйте свои игрушечки в компьютерные игры пей ешь веселись я сейчас не скажу там пей бухай блоги да ну ладно пей ешь пей веселись а мы будем брушить батрачить до старости у нас уже будет ноги а ты сыночек лежит доченька лежи и лежи почему-то в мире все это естественно мы своим детям говорим что без труда не выложи и рыбку из пруда не хочешь работать и не ешь тогда да ладно мы детей мы обязаны кормите господь естественно положил когда они вырастают мы что делаем то значит в жизни мы трудимся ради чего-то а после бог создал тебя личностью личностью которая возделывает сама себя в боге до боге тебе все подает бог конечно же если ты превознесешься чем-то даже своей любовью ближнему да ты пойдешь я еще не понимаю я утрас сколько общаюсь нет и братьев ну просто понимаешь ведь можно превознестись упасть или вот гордыня там тщеславия все это может там сатана подкусить братья сестры я не понимаю второй плод после любви павел горит радость никому ничего не говори там доброе сделал тихо 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 почему почему все время это знает действительно вот кривой глаз как там говорят или кривое правило да и соответственно узнает эти пословицы чуть забыла как они правильно говорят что здесь тоже самое да я радуюсь я радуюсь когда я люблю я радуюсь когда любит меня я радуюсь когда один брат любит другого что-то делает помогает мы все сорадуемся мы решили проблему брата сестры мы радуемся мы помогли мы радуемся он сами разделил радость мы радуемся почему сразу гордость почему сразу прелесть превозношение тщеславия да у мира людей мира да а у детей божьих мы радуемся друг за друга почему все гордость 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 а любая радость после любви да если твоя любовь твое дело любви не закончилась или не продолжилась радостью душевных тебе значит и ничего дальше это действительно что-то сделал не так а в тебе искренняя радость что тут такого-то я вот этого понять никак не могу все за фанателе от этого да дети божьи подвязываются в плодах любви в них бог мы по этим плодам себя рассуждаем как господь сказал других и себя вот я вкратце и так я немножко хотел больше немножко по-другому сказать ну вот я думаю что сказал этот к тому что вечные учения какие-то учения не иисуса христа возьмите евангелие неужели там можно что-то наковырять я вот все все время говорю разве господь любил бога не где мы видим если господь любите бога ему пришлось бы говорить как его любить учить нас он же сказал сотворите научите где мы видим хоть одно божеское бога поклонение в каком-то виде что он сделал ну что он сделал для бога во всем евангелие покажите мне стихи конкретно что он сделал для бога и где он кроме заповеди закона повторенный иудеем которые искушали его спрашивая поэтому он их не говорил не может сказать любите меня они его ненавидят он говорит вы хоть бога из-за боязни вот этого отца небесного любите бога всем своим культом которым я дал тоже по-другому вы не можете жить и все равно не живете по нему и ближнего хотя бы как сам себя это спрашивает книжники и законники там мы читаем фарисеи искушая его они доколебывались до него ничего они никакой истины не искали любящим он говорит кто любит меня тот любит ближнего ваша любовь ко мне петр говорит в вере через добрые дела к брату через отвержение себя если все коротко сказать рассуждением воздержанием и терпением вы явите любовь ко мне ваша любовь покажите вере ваша любовь ко мне вере покажите в вашу любовь ко мне каким образом братолюбие весь центр христианской жизни должен заключиться в чем в любви к ближнему все учение иисуса христа это не учение о любви человека к богу это а учение можно действительно сказать бога к человеку потому что он воплотился и действительно нас любил делом я не только празднословием как он там сверху я же вам все подаю или так и не верили во всем ветхом завете что бог творит всего и все нам подают потребно для жизни радости веселья и даже святости мы сами все это отвергаем и сами неблагодарны христос действительно показал опер свою любовь явную к человеку саможертвенную самоунизительную и сказал что это мое учение любви человека к человеку они человека к богу но нету там этого нету там вы если вот я вы смотрели уже ролика должны были смотреть кто нет ссылку постараюсь добавить не забуду описание о любви к богу и ближнему я вот тоже записал там это всего одно место он говорит иудеям фарисеям законника который его искушали где кстати не написано что он его искушал этот книжник так и не на книжник просто для буквы спросил он ничего не спросил прям там заканчивается если хоть где искушали он горит иди ты поступай так же да то он спрашивает что не делал а здесь он просто спросил он просто ему ответил законе так вопрос хотел его обличить в невежестве христа подловить ему сказал про не процитировал закон все и книжник пошел ему это не надо ему лишь бы его подослали подловить все бог сам этого никогда не говорил ни одно место в евангелии вы не найдете евангелие надо знать три синаптических вообще одинаковые вот имид кто тонкости эти уже знает тоже хорошо кто любит христа тот изучает евангелие чтобы быть в истине но они одинаковые да я на богослов принципе по промыслительного так она стоит тоже в этой же повествователь на одну систему уметь естественно это жизнь иисуса христа и учения бог никогда не заповедовал любить отца небесного как он богослов послание пишет даже отец небесный не говорит любите христа это заповедь его отца там по контексту идет чтобы мы веровали в иисуса христа и любили друг друга заповедь благовестия от начала чтобы мы любили любили друг друга и он христос от него мы имеем такую заповедь чтобы мы любили друг друга это надо понять это надо понять что учение иисуса христа это учение любви человека к человеку человека к человеку твоя любовь к богу люди прославят твою любовь к богу когда увидит свет который светит перед тобой и этот свет это лишь символ добрые дела добрые дела любви к человеку будет светить перед тобой И они будут прославлять Бога. И твою любовь к Богу. Потому что ты им будешь говорить, почему ты так делаешь. Потому что ты любишь Бога. Потому что ты любишь святость, чистоту, истину и Христа. Да. Почему проповедники, во-первых, лжеучениями занимаются, я понять не могу. А во-вторых, почему они свои проповеди строят не по Евангелию. Вы не найдете ни одного послания, которое, даже где кто-то там об Антихристе вспоминает. Обязательно они скажут, да, о вере в истину. Однозначно. Раз. Истина вот она. Они обязательно скажут, что это такое. Это Бог. Я вкратце свою вам говорю для кратости. Потому что выработал тоже Бог. Каждый человек открывает своей какой-то красотой, своей изюминкой. Мы прекрасно знаем, что Бог есть. Любовь, этот Бог Иисус Христос. Мы люди, Его образ, мы Его дети Отца Небесного. Мы боги с маленькой буквы. Дети Всевышнего. И уподобиться Ему, так как свойства божественной бессмертия и свободы мы имеем, можем только в любви к ближнему. Не к Богу, а к ближнему. Все. И получается, мы что делаем? Мы что, стоим на месте? Мы что, закопали свой талант? Мы все равно сегодня что-то делаем. Если ты плодов не приумножил, то, что тебе Бог все дал, а все, что у тебя есть неправедное, ты ничего не приобрел. Ничего. Ровно ноль. Попробуй тебя провернуть. Не. Ой, ты что-то свое проповедуешь. Я проповедую чистое Евангелие. Если вы мне найдете в Евангелии хоть где один раз Христос призывал любить Бога или себя, вот не считая вот этих чудных мест, где Он и сказал, «Если вы полюбили меня, да, и любите меня уже даже, покажите эту любовь в любви к ближнему, мне от вас ничего не надо ровным счетом». Он явил это делом, ибо он никакого культа не сделал, ничему нас подобному этой ерунде не научил и ни этого не заповедовал. Апостолы делали то же самое. Если проповедник не умеет построить свою проповедь на вере, действующую любовью, проповеди этого, мне кажется, что толку от таких проповедей, от таких слов ноль просто. Поэтому весь мир лежит возле до сих пор. У нас войны, убийства, чего только нету. У нас есть все, кроме любви. Все у нас есть, только любви нету. Поэтому мы за истину. Отсюда все беды. Именно отсюда. Откуда весь этот религиозный экстремизм? Отсюда же. Они воюют за истину, за какого-то неведомого Бога и готовы рубить даже христианам голову. Откуда весь этот религиозный, ну, вы знаете, вот эта вся инквизиция? Все. То, что можно за Богу... Бог-то есть любовь, если ты кому-то отрубаешь голову. Конечно, они там придумали свои учения, что Богу это нужно. Типа таким образом его душа спасается через нами отрубление ему головы. Я вообще поражался, когда я такие вещи читал. До чего дошло все это мракобесие. Что ортодоксов, что протестантов. Кстати, кто не знает, почитайте свои учения. Ваших учителей, лютеров там и подобных. Он, не успев отвалиться от одной системы, создает свою и начинает душить всех несогласных. По той же сам себе. Своими руками, руками государства, как это всегда делалось. Это не имеет значения, потому что он молча в сторонке стоял. Чтобы не замарать свои ручки, сделать вид, что он к этому не причастен. Это не имеет значения. А уж про то, что он писал потом открытым текстом, я вообще молчу. Какое-то соотношение Христа с филиаром и Света со тьмой. Хотя у меня, в общем-то, никаких сомнений, какое-то там соотношение. Никаких. Так что вот так вот, братья и сестры, куда-то я забрел. Хотел кружочек дать по этому пруду. Но, если честно, я тропу не знаю. Даже понятия не имею, как мне туда пробраться. Я боюсь в какое-нибудь болото влезть, из которого я потом буду с трудом вылазить. Хотя когда-то я по кругу прошел. Но тогда была осень. Это было в прошлом году. Вот. Не было такой гущи, как сейчас по горло тростника. И я мог видеть, где хоть какая-то здесь дорожка. Сейчас я не вижу ничего абсолютно. Куда я иду? Ого-го. Не, мои родные, любимые, я туда не пойду. Все, это я понял. Я буду из этого леса выходить. Из этого болота. Ну, вот так я хотел сказать опять. Мне даже нравится, что у меня все сводится к одному всегда. Что я пытаюсь вроде бы как-то ролики назвать по разному смыслу. Один вы все знаете Евангелие. Кто слушал мои там ролики на христолюбе, знает, я показывал, что Господь толдычил об одном и том же. Порой просто даже разными кругами. Вот и все. Ничего нового он там не говорил. В науке там есть такой, как круги Фибоначчи. Такое название. Мне оно очень понравилось. Когда все об одном и том же вот так крутится. Мне тогда это очень понравилось. Божественное. Божественное свойство. Так. Ну, я хочу отсюда уже выйти. На ровную дорожку. Ай, я куда-то залез. Тут вообще не вылезти отсюда. Ну что, будем с вами прощаться или что-нибудь вам еще поговорить-то. Пруд-то вон он справа. А как мне выйти на ровную дорожку, я не знаю. Давайте, да, будем прощаться. Поблагодарим Господа в этом чудном райском лесу. Да, будем прощаться. Прочитайте, читайте Евангелие обязательно. И читайте послание. Желательно целиком. Вот эти мелкие особенно. Что Петра, что Якова, что Иоанна. У Павла, да, евреям длинное. Да, коринфянам, да, римлянам. Да, в общем-то и все. Ну, эти можно как-то там стараться делить. Кто хочет, на сайте у меня посмотрите. В принципе, и у коринфянам оно настолько большое, настолько много там тем затрагивается, что оно реально делится. Можно поделить без нарушения всякого смысла. Хотя, говорю, можно и общий смысл уловить. Вот если ты интересует вопрос вот этих учений там, ты, конечно, кусками не поймешь. Любое послание начинается с веры, кончается любовью. Человек – это лишь образ. Уподобиться можно только в любви. Все. Это лишь символ спасения. Да, ты встал, ты чист. Да, Господь нас действительно освободил. Опять нас. Ты абсолютно чист. Ты абсолютно свят. Ты абсолютно свободен творить добро. Больше над тобой никто власть не имеет. Князь этого мира осужден. Все. У него нет над тобой власти. Бог в тебе. Но каждый раз с того дня, как ты покаялся, как ты крестился и решил идти за Христом, ты будешь выбирать между добром и злом. Каждый раз. Только ты находишься в том же самым первозданном состоянии, как Адам. Ты абсолютно свободен. Ты абсолютно знаешь истину. Ты знаешь, что такое добро. Ты это себе камень основания, фундамент жизни положил. Что Бог есть любовь. Я образ подобия. Я могу подобиться только в любви. Ты начинаешь подвязаться в любви. В любви к каждому. Ты каждый раз себя понуждаешь сделать добро. Понуждаешь. Это труд. Труд, который потом ты ценишь. Поэтому Бог тебе это на халяву не дает. Да. А все, что ты действительно Богу, ни за что ты никогда не воздашь. Это за твое рождение. За твое сотворение. За то, что ты его ребенок. За то, что вообще есть бытие. За это воздать ему нечего. Он просто есть. Но он нас и не просит ничего за это. Ничего не просит. Как родители от грудничков. Ничего не просит за то, что они их родили. Ничего они от них не просят. Да. Поэтому за это действительно все, что Бог дал Адаму. Вот он. Весь в раю. Как я сейчас. Видите, какой тут первобытная природа. Какой вон лесочек наш в зале угрюмый. Вот. За это действительно. Да. Чего он воздашь? Это вот нереальное детское сыновье или дочернее чувство любви к Богу. Благодарности к Богу. Просто за то, что мы есть. Но опять же, дети прекрасно знают, что любишься. Отец тебя, да, действительно ничего не спрашивает. И ты как сын в доме. Да. Но дальше ты живешь. Бог хочет, чтобы ты сам вырос в любви. Чтобы ты ценил то, в чем ты возрастаешь. Как мы своих земных детей воспитываем, так Бог воспитывает и нас. Не мы за них все делаем. Пойди помой посуду и сам и думай, да, так что ли? Да нет, конечно. Мы хотим, чтобы дети выросли, стали самостоятельными. Бог хочет, чтобы мы стали абсолютными богами. Абсолютными. Я надеюсь, вот это спасение по вере, я немножко, я, может быть, немножко неправ. Знаете только в чем, что как бы, если это правильно понимать, спасение по вере, что ты вот это, что ты просто благодарен Богу за свое бытие, да, что Христос тебя действительно освободил от греха. Но он тебя встал опять на серединку. Он тебя поставил, вот, поднял из греха, поставил опять в рай, опять, но в Царство Небесное ты входишь только любовью. Да, ты опять стоишь в раю. Да, Бог тебя из ада поднял, всех сатану всех от тебя отогнал. И говорит, что ты будешь делать дальше? Пойдешь за мной? В землю обетованную вводит Христос, это любовь. Так что вот так вот. Поэтому если в этом плане, да, мы Богу ничего не воздадим. Мы от Него зависим. Он наша пуповина, да. Человек, который сказал в сердце своем, нет Бога, он безумец. Он безумец. Это еще не верх, это никакая не благодетель, что мы голову из песка достали, или что мы в сердце ему сказали, Господи, прости меня, дурака, что я как сын где-то там. Что вот этот блудный сын пришел в дом отца? Да, отец его, да, отец его принял. Ничего ему не сделал. Одел ему кафтан, дал ему сапоги, дал ему перстень, надел ему на палец. Что дальше? Этот сын брюхнулся, ноги задрал, лыдку. Ну, давай, папанька, ты там паши, овец, козочек, брат старший паши, а я тут буду. Нет. Дети трудятся в доме отца точно так же, как что делал, трудился старший сын. Он все имел, но он трудился. Вот это я просто надеюсь, просто если бы я у протестантов слышал хотя бы все это вместе, да, они начинали вот с этого. Бог любовь, Бог нас привел в мир только благодаря своей любви и благодати. Да, это истина. Аминь, аминь. Дальше что? Дальше. Пусть мы пали, мы же не все, не Адама, а все прошли греховный путь жизни. Вот мы покаялись, это и есть образ сотворения Адама или зачатие каждого человека. И после какого-то брожения, да, человек вышел и сказал, да, Бог, ты действительно Бог, я твой распадаю. Да, ты родился свыше, вот ты новый Адам, ты пришел в мир. Дальше ты живешь. Если бы они хотя бы свои проповеди, ну пусть там на две бы они разделили, только потому что она длинная, да, он поговорил о вере, закончил вторую частью о любви просто на следующий день. Я прошу всех христиан, скиньте мне, скидывайте мне, пожалуйста, проповеди о любви человека к человеку. Не Бога к человеку, мы все об этом знаем. У нормальных людей, кто читает Евангелие, у них крест Христов вот здесь, как иудеев на лбу, и вот здесь на руке. Но это опять же вот именно на руке-то он не везде, но хотя бы вот здесь рука, о чем я завтра буду говорить, это образ деятельности, и вот как раз Господь не у всех на руке-то, крест Христов-то, никто ничего делать не хочет, дела любви-то. Ну хотя бы вот здесь-то крест-то должен быть Христов, вот здесь, как он говорил, Павел, и так, и так, мы и в сердце, и облеклись, крест-то Христов, да, Бог меня любит, хорошо, мы все об этом услышали, ну ладно, ты на проповеди все это повторяешь, действительно, чтобы человек не отклонился, помнил любовь Божию к тебе, да, это хорошо. Хорошо, дальше-то что, учение от Иисуса Христа не о любви Бога к человеку, он это явил делом, а дальше-то что, он сказал, ничего не делайте. Почему Господь не говорит, когда вы уверуете, вы будете любить? Нет, он говорит, любите. Он делает повелительный глаз голый, не осуждайте, он кому это говорит-то? Он бы тогда пришел к Господу и говорил бы, поверуйте и все, и будьте благодать, и благодать на благотать. Куда мы уберем все повелительные глаголы? Куда? Я вообще не представляю, как можно в это веровать, если честно. Такое ощущение, что это люди, которые в это веруют, Евангелие вообще не читают. Не знаю. Ну, понятно, понапридумали этой фигни, Бог там меня искупил, исцелил. Какие-то тут насекомые. Вот. Конечно, можно все это. За меня все сделай, а я буду лыбки на диване драть. Помните, как это в Достоевском? Господь на кресте висит, а я вишневый компот поедаю. Вот это мы. Я, кстати, ссылку на то, что сейчас сказал, посмотрите. Вообще, посмотрите описание к ролику, я там разные вещички добавляю. Если не добудут, ссылку очень интересную, советую посмотреть. Многие его, конечно, видели. Еще раз посмотрите. Где Достоевский очень красивый. Там, правда, рассказывает одна женщина. Вот я советую посмотреть. Это вот все мы с вами. Бог на кресте висит, а мы вишневые или абрикосы какой-то там, косточки грызем компотик. Ну, ладно, на этом я хочу закончить. И не на печальной ноте, братья и сестры. Я вас по примеру апостолов и по заповеди Господа призываю покаяться, познать истину, которая в любви человека к человеку, ибо Бог есть любовь. И последняя фраза, на чем заканчивается так называемая первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа в Гефириманском саду, заканчивается простой фразой. Я открыл им, отче, я открыл им имя твое и любовь, которую ты имеешь. Ну, там он вышел ко мне, меня возлюбил и их возлюбил. Ибо, он говорит, что, помните, там, если в контексте, что Господь говорит, что ты и сам любишь их. Я говорю, помните, он говорит, я не буду молить о том, чтобы отец и сам вас любит. Что любовь, которую ты возлюбил нас, обобщу сейчас чуть-чуть мысли Господню, потому что он до этого говорил и так, и так, и меня, и вас. В них была, и я в них. И пребывающий в любви пребывает в Боге, ты не знаешь, что он купается в Божьей любви, мы и так все в ней купаемся. Пребывать апостолы и Господь, и вот это находится, и чтобы эта любовь, которую ты возлюбил, нет, то есть любовь кому-то пребывала. То есть пребывающий в любви, что значит пребывающий в любви, находящийся в любви к человеку, человек, в состоянии любви к человеку, да, этот человек в Боге пребывает, находится в Боге, хотите тогда внутри уже, и Бог в нем, естественно, потому что Бог есть любовь. Пребывать в любви Божьей, это значит пребывать в какой любви Божьей, любви, вот здесь я картинки помещаю, это любви Бога к человеку, потому что Бог пришел на землю только для того, чтобы послужить. Значит, пребывать в любви Божьей, это не значит пребывать в любви Божьей внешней. Мы и так все в ней пребываем. Он любовь и каждому подает, даже самым антихристом. Любой антихрист, и сам сатана, имеет бытие только потому, что Господь питает его пополиной своей. А вот пребывать по-настоящему в любви к Божьей, духовно считается так, Евангелие, все апостолы... Все это прирастут понимать. Это пребывать в любви к человеку. А значит, пребывать в любви к какой? Боже, потому что Бог, и в какой... Что тебя даже бьют, а ты поставь щеку. Это Бог, Он так поступал. Поэтому если так поступаешь, ты именно в любви Божьей, не человеческим учением, а именно в любви Иисуса Христа. Как Он поступаешь, значит, ты пребываешь в любви Христовой. В какой опять любви Христовой? Христос меня любит? Нет. Пребывая в любви Христовой, ты будешь тогда, когда ты будешь поступать и любить так, как любил Он, как Христос. В этом все Евангелие, все послания апостолов. Но я надеюсь, что это я до вас донес. Поэтому все эти ортодоксы, которые учат о том, что нам нужны какие-то учителя, которые нам расскажут полноту учения, они просто не исповедуют Христа Богом. Они исповедуют его тупицей, который не способен был за три года, воплотившись, людям объяснить, в чем же суть бытия. Он вначале это делал Адаму внутри, Каину, Авелю, и там, 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 до Моисея, до Закона. Потом сверху говорит нам все по барабану. Бог уже воплощается в образе человека и русским, ну тогда еврейским или каким-то арамейским языком говорит, делами показывает, говорит, если мы настолько тупицы, то, как сказал апостол, если вы имеете зависть в злобу, то не хулийте истину, братья и сестры. Если ты злой, если ты ненавидишь никого, не надо придумывать своих учений о том, что Бог там учил головы за себя отрубать, или еще чего-то, или любить его, любить его, он этому не учил. А то, что ты никого не любишь и хочешь просто в своей комнате экзальтировать 500 раз, Господи, помилуй, или там, аллилуйя, аллилуйя, сутками пить, халлилуйя, халлилуйя, это никому не надо. Ой, Христос этому не учил, Он так не делал и так не учил. Так не делали и так не учили апостолы. Надо это понять. Учение Бога от начала, от начала, как Анбасов сказал, о любви друг друга. Заповедь Отца, чтобы мы веровали, поверили Ему и в Него. В Него, что Он Бог, и раз это Бог, что Он нас донес истинное учение о любви к человеку, это истина. Поэтому от Отца одна заповедь, поверьте в Него, что Он Бог, тогда поверьте Ему, что Его учение о любви это истина. А заповедь от Него, которую мы имеем, о любви друг к другу. Вы, если вы так прочитаете духовное богослово, там мои кусочки, которые я, вы их увидите, я специально все это выделяю, чтобы это в глаза бросалось-то. Что заповедь от начала, чтобы мы любили друг друга, его Отца, чтобы мы в Него поверили, как в Бога, а соответственно поверили Ему в чем и любили друг друга, да потому что Он вам скажет, чтобы вы любили друг друга. Я говорю, жалко, вот мы так вот без картиночек. Я люблю, конечно, с одной стороны за креслом проповедовать, чтобы все это вам тексты показывать. Но многим нравятся такие проповеди, я надеюсь, что и таким этим. Я вот бьюсь, уже час вам говорю, многие, наверное, уже устали, но ничего. Я все-таки для вас стараюсь. Этим занимался Господь, меня поражает. Он же одно и то же говорил. Говорит, говорит. Это еще книжечка вот такая. Представляете, он три с половиной года одно и то же говорил. Вы знаете, я вам расскажу еще быстренько свои первые впечатления. Я помню, когда Евангелие тоже все это пошло за Господом, за истину. Думаю, Господи, почему Евангелие такое короткое? Неужели ты, что тут, ну а еще, а еще? Я помню, я, конечно, прошел этот этап, блядь, сейчас поражаешься. Оказывается, Евангелие вот в одном стихе. Любящий Христа любит всех. Все. И помни, просто вот крест себе, хочешь на лбу, татушку сделай и на руке. Вот во всем вся любовь-то оказывается. В любви к ближнему весь смысл жизни. Тебе больше ничего в жизни не надо. И не в пещере сидеть. И не экзальтироваться ловнями и друг с другом копьями бить. По вере или не по вере мы спаслись. В любви к ближнему. Вот в чем вся суть бытия. Ну все, давайте поблагодарим. Господь мой и Бог любовь наш, Иисус Христос, любвеобильный, заботливый Творец наш родитель. Слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе за то, что создал этот чудный, прекрасный мир. Все для нас, чтобы мы радовались и веселились в Тебе, Господи. Вкушали все плоды, всю радость, все счастье, которое Ты подаешь всем детям Твоим и покаявшимся, и еще которые на стороне далекое. Слава тебе, Боже наш, слава тебе за все. Ты всех в свое время приведешь в покаяние. Всех и каждого. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе за все, за всю любовь Твою. Спасибо тебе, Господи, за всех, кто слушал этот ролик. Все Твое благословение на всех братьях Иисус, и сестер моих. Слава тебе, Господи, слава тебе. Все Твое благодеяние на всех нас. Ну, конечно же, особенно на домочадцах, ибо те, кто в доме, у тех все Твое наше. Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе. Что Тебе воздадим? Ничего. Слава тебе, Господи, слава тебе. Все, что мы можем, быть достойными детьми Твоими. И уподобится Тебе в совершенную, жертвенную, самоотверженную любовь к ближнему. Слава тебе, Боже, слава тебе. И делиться этой любовью, этой истиной со всеми окружающими нас в любви. Ибо по плоти мы все, братья и сестры, от одной крови Ты нас специально произвел, даже, можно сказать, дважды, потом еще и одно. слава тебе. Господь, Бог, Иисус Христос, любовь, имя Которого всегда и до скончания века всегда посреди нас. Всем, кому понравился затяжной ролик, ставим лайк. Кому не понравился, все равно ставь лайк. Не будь иудеу-язычником, будь христианином. Делитесь, кем считаете нужным. Все мои адреса канальчиков, кто не знает, наверху. Все мои контакты для связи внизу. Добавляйтесь в друзья в социальных сетях. Давайте знакомиться. Пишите мне, стучитесь в скайп, звоните. Я всем всегда рад, всех всегда. Всеми всегда дорожу, особенно своими, по вере. Ну, это естественно, потому что любить, кто тебе по голове, бьет тяжело. Теплой, нежной любовью. Вот, конечно же, мы все-таки хоть-то тресни любим любящих нас. Но подвязаемся любить всех. Ну, а все какие-то полезные ссылочки все добавляю справа. Всего всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.